Профессиональное переобмундирование. Сегодня ряды миграционной службы города пополнил наш корреспондент Яна Ушакова. В рамках городского конкурса журналист меняет профессию. Моя коллега на день перевоплотилась в сотрудника отдела по вопросам мигрантов. Об одном дне госслужбы журналиста, что называется, из первых уст. Здравствуйте. Вы готовы работать в миграционной службе? Готова. Тогда пройдемте. Создать правильный настрой на предстоящую работу помогла форма сотрудника полиции. С этого года Федеральная миграционная служба – часть Министерства внутренних дел. И мне предстояло оказывать помощь гражданам в решении серьезных вопросов. На сегодняшний день отдел по вопросам миграции города Набежин-Челны оказывает государственные услуги по оформлению паспортов гражданина Российской Федерации, заграничных паспортов, регистрации по месту жительства, регистрации по месту пребывания, прием документов на оформление вида на жительство, разрешение на временное проживание странам и гражданам, постановка на миграционный учет. К вам приходит человек с документами, с пакетом документов, с паспортом. Обязательно без паспорта мы человека не принимаем. Сегодня мне доверили принять заявление на получение заграничного паспорта. Прежде чем приступить к работе с документами, специалист миграционной службы подробно объяснил непростую процедуру оформления, после чего в кабинет пригласили моего первого посетителя. Номер 9. Пройдите в кабинет номер 5. Заграничные паспорта нового поколения биометрические, для получения которых необходимы дополнительные процедуры. Уже больше года в миграционной службе на обязательной основе применяется дактилоскопия, проще говоря, снятие отпечатков. Приложите левый указательный палец к сканеру. Благодаря современным технологиям процедура оформления загранпаспорта занимает несколько минут. При личном посещении учреждения срок изготовления документа месяц. Приходите через месяц в кабинет номер 9 по расписанию, по живой очереди. Записываться не надо. Несмотря на вроде бы несложную технологию, процедура мне, как новичку, на ее оформление для одного человека потребовалось больше получаса. Опытные специалисты справляются с этим гораздо быстрее. Ну, обычно человек 15-20, но в зависимости от дня, допустим, у нас во вторник, наибольшее количество посетителей, граждан, которые сдают документы. А так в среднем где-то человек 15-20. Для тех, кто хочет избежать очередей и ускорить получение нового заграничного паспорта, существует альтернатива подаче заявления на портале государственных услуг. В этом случае большая часть документов подается в электронном виде, а срок изготовления сокращается до 21 дня. На этом моя миграционная служба успешно завершилась. Других посетителей мы передали в руки более опытных специалистов. А я поняла, работа госслужащих может быть очень даже интересной. Однако у каждого свое призвание. И, судя по всему, мое – это журналистика. Яна Ушакова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.